Во время седьмого Минского бала православной молодежи дизайнер Алена Вейник дебютировала с показом своей весенней летней коллекции «Дель Вейник». Телок по образованию, Алена убеждена, что в человеке все должно быть прекрасно. В ее коллекции нет брюки коротких юбок. Свой стиль она называет ретро-романтикой. Я думаю, что для православного человека главное это дела, веры и любви. Я думаю, что мои платья помогают девушкам быть более женственными, нежными, красивыми и любимыми. Первые солнечные лучи разбегаются по спокойной водяной глади. В сонной амуре тихо дышит, ехать и просыпаясь, вместе с новым днем. У каждого наряда есть свое название и литературное сопровождение, которое его дополняет и раскрывает. У нас есть наш постоянный райтер Анина Сардарова, и вот она создает все эти тексты. Ее распущенные волосы качаются в такт беззаботному ветру, а восторг до краев переполняет сердце. Ах, какие краски вокруг! Какие упоительные запахи! Мы вместе уже с первого класса, мы лучшие подруги, поэтому мы вынимаем друг друга с полусловом. Как рождаются эти тексты? В первую очередь создается непосредственно сам наряд, потом создается фотосессия для девушки. Мы с Аленой встречаемся, обсуждаем, как лучше представить эту девушку, в каком стиле лучше написать текст. Потом я пишу, отправляю его Алене. Алена его громит, правит, перечеркивает. Я переписываю, потом происходит то же самое, я опять его переписываю. Ну и так, пока нас обеих все не устроит, и наша девушка не будет счастлива. У меня очень часто приходят девушки, говорят, я ношу только джинсы, но вот и решила платье. Мы шьем платье, и она в этом платье ходит с утра до ночи, потому что чувствует себя в нем комфортно. Я думаю, что просто нужно как-то показывать своим примером, что длинное платье может быть нежным, может быть женственным, трогательным. В моей коллекции используются абсолютно разные ткани. Дорогие итальянские, и французские, и наши белорусские. Единственное, что я люблю, я люблю натуральную ткань. Это, конечно, очень громко сказано, но какой-то элемент катехизаторства я в своих платьях тоже вижу. Потому что, если люди видят, что можно быть православным и при этом хорошо выглядеть, то это как бы тоже своего рода пропить. То есть, ну, я делаю то, что есть в моих силах для того, чтобы быть именно православным человеком. Позволите мне вас проводить. Услышала барышня, и, обернувшись, увидела его добрый, немного смешивый глазами. Вместе они заходят на любую черешную аллерию. Это все хранит истории и тайны. Честно говоря, я за модой не слежу. Моду в понимании, как вот то, что сейчас есть, не люблю. Потому что для меня неотделимо прекрасное от благого. Это я уже как теолог говорю. Это еще дохристианский даже принцип древнегреческий. И потом и христианский. Вот то, что благое, должно быть вместе с прекрасным. А в современной моде, как правило, этого нет. Там может быть что-то красивое, но содержание, наполнение, подача, она очень агрессивная. Она сподвигает людей на какие-то поступки противонравственные. Можно даже так сказать. А всех обойти, прорваться вперед, быть лучшей, быть отличницей. Это все как бы неплохо, но при этом женщина теряет свою мягкость, нежность, такой вот чуткость. Вот как раз то, что очень-очень важно. Слышите? Слышите? Это оборки платьев. Мягко шелестят по полу, и тихий девичий смех разливается вокруг. Подруги спорят о свадебном платье и рассматривают подарок любимого. Обручальное кольцо. Прелестная ретро-открытка, которой хочется разглядывать и разглядывать. Платья в этой коллекции, в принципе, все пошиты в течение года. Вот это платье «Дошили вчера». Это австрийский народный костюм, дир. Дело в том, что мой прадед, он родом из Австрии, и вот Австрия, это вот что-то такое. Хотя бы здесь оно отражается. Неспешные звуки любимого вальса окутывают танцующие пары. Сегодня вечером я, наконец, увижу вас. Барышня вновь и вновь читает слова записки, «А сердце отчего-то стучит всю семью». Я бы сказала, что та романтичность, которая может быть мне присуща, которую я воплощаю в этих платьях, она идет, наверное, из моей семьи, прежде всего из того, что я росла на классической литературе. Я обожала сказки. Конечно, что в сказках случается? Люди влюбляются и заканчиваются свадьбой. Платье необыкновенное, потому что это все натуральный шелк, нежное французское кружево. Вот здесь все вот это вот пришито, ручная работа. Здесь еще волшебный лебединый рукав такой. То есть это платье вообще создано под впечатлением от платьев последней русской императрицы. Вот эти вот рукава, силуэт модерн без вот этих дышных юбок. Надеваешь платье и сразу чувствуешь себя более женственно, такой воздушной леди. Вчера она сказала, что я хочу замуж при идее этого платья. Дамы и господа, позвольте представить главного человека сегодняшнего показа, модельера, создателя всех представленных сегодня нарядов и образов, это Вейник, Алену Вейник. Я не дизайнер по образованию. Все, что я делаю, это все результат самообразования и любви к тому, что я делаю. Потому что я как бы шила столько, сколько я себя помню. И только последние полгода я как-то вдруг поняла, что хочу, чтобы это было моей профессией. Главным источником вдохновения Алена называет своего супруга. Мой муж невероятно романтичный. Он все время меня по всем абсолютно поддерживает, убирает со мной ткани, терпит все ночные пошивки. Вот, потому что ночью приходит вдохновение. Главный критик тоже он. Потому что он мне всегда скажет, что ему не нравится, что ему не нравится именно в образе или в текст. Или что, и я знаю, что всегда это честно. Что главное в женском образе? Женственность. Конечно же, в самой девушке, в ее манерах и повадке. Но женственность может дополнить прекрасный образ и наряд, который девушка выбирает для себя. И этот наряд, когда он подчеркивает ее красоту природную и не создает вульгарности, именно это, мне кажется, женственность в одежде. Спасибо.